доброе утро день 36 сатра вычерпал из лодки пару ведер воды ночью что-то очень большое проехала очень близко я аж проснулся от того как качала лодку хотя уже давно не просыпался вот набрал воды потом был дождь в целом все нормально я к такому уже почти привык сегодня надо быть осторожнее как сказала альберт здесь не только много бандитов но сегодня еще продолжается навигация возможно сегодня понедельник и поэтому из манауса в икитос из границы в икитос будет много кораблей посмотрим посмотрим идем дальше не знаю что изменилось после икитоса но комаров днем все также нету зато очень много мошки цветочки это все кровоподтеки я весь буквально искусанный вон у нас новый он у него много-много спирали против них не работают меня просто съедает не знаю придется мазаться средствами даже днем раньше такого не было все время меняется река попробовал бросать тарафу несколько раз что ж задача это очень непростая особенно с лодки когда она качается при любом весе тарафа собственно накидная сеть весит 58 килограмм но мне понравилось интересно конечно забросить правильно у меня так и не удалось она закидывается не кругом полоска у меня но в качестве теста на первый раз очень даже ничего боялся что будет намного сложнее посмотрим получится ли у меня раскрытие на берегу но нужно найти подходящее место обычно ей ловят когда вода опустится и появятся пляжи сделал еще с десяток попыток научился кидать сеть треугольником это уже лучше чем было и есть шансы что-то поймать вот ну пока пойду дальше вода слишком высокая для тарафы сейчас мне просто нужно время за это время как раз доберусь до озер там то и порыбачу попробовал бросать удочку и тарафу в одном очень удачном месте но опять тишина зато увидел какую-то огромную золотую рыбку красно-оранжево-желтую выскочила из воды не знаю килограммов пять наверно уф интересно только вот я ее поймать то не смог сегодня на улице очень жарко я не знаю что будет в июне если сейчас такая жара в июне говорят ни дождей ничего и круглосуточная жара так что трудности будут меняться как это обычно здесь бывает распорол спасательный жилет так от него будет всяко больше пользы фастекс и думаю использую для того чтобы цепляться за бревна или что-нибудь такое чтобы не тратить веревку не рисковать ей если что фастекс не проблема отцепить кровать стало намного мягче это очень радует жара немного спала солнце заходит это значит что я снова ищу место для рыбалки да я понимаю что слышать это в тридцатый раз не очень интересно но таков быт у меня осталось всего одна порция фарень и больше еды у меня нет ну есть еще запасы риса небольшие что были куплены для рыбалки вообще полагаюсь всецело на рыбалку потому что я пытался найти поселки где купить что-нибудь но пока все никак не могу причалить к тем куда хотел они либо находятся в реках что впадают либо слишком далеко смотрите какие высокие берега я даже не представляю что будет здесь когда река немножко подсохнет говорят что она опустится на 6 8 метров минимум хату и больше представляете я нет по деревьям видно что не так давно вода была на метр-полтора выше так что может начала уже подсыхать действительно здесь есть какая-то заводь но там маленькая фермочка как бы я половил рыбы здесь ничего найду что-нибудь искал еще одно прекрасное место для рыбалки это русло маленькой речушки ну вернее заливчик тоже плещется рыба иногда надеюсь что-нибудь получится потому что место отличное прошел глубже по этому ручейку протоки и обнаружил какой-то странный фрукт их прям много и много на земле я не знаю что это что это такое по запаху я вот сейчас понюхал очень похоже на яблоко но здесь все испорчено на все испорчено да и не видел я ни разу не на рынках нигде значит это люди не едят я не буду есть человек это его семечка видимо интересно по протокам путешествую но рыба не клюет не знаю искал червей нету вот сейчас было страшненько ко мне вот и за заводь заплыли местные задавали вопросы в итоге их разговорил они очень даже дружелюбно себя вели в конце попросили денег но поверили что у меня их не особо рыба плещется теперь я не знаю оставаться ночевать здесь или в темноте спускаться по реке но опять же они с мотором если захотят они меня и так найдут что думаю надо ловить рыбу сама она не поймает себя если бы они хотели со мне что-нибудь сделать то в этой заводе они бы сделали это без проблем так что удачи мне с рыбалкой ну что не зря я остался сегодня у меня будет знатный ужин ой ой больно больно у них кстати ядовитые плавники поэтому он не просто так их прижимает но ничего меня не уколол фух буду ловить еще в общем моя храбрость вознаграждена у меня много бадры а еще поймал какого-то странного сама он тоже разговаривает и вообще выглядит страшно у него смотрите шипы на по всей спине идут даже не уверен можно ли его есть даже на плавниках шипы я встречал уже одного сама которого местные не едят и какая черепушка он когда исторический динозавр нет ну динозавров можно же есть хотя я не пробовал не знаю надо подумать с другой стороны что может случиться если я его съем выглядит он очень интересно ну-ка не дрыгайся фото хочу сделать нет но это мой рекордный бадры сегодня я первую может быть даже засолю что-нибудь так хватит меня кусать ну конечно шипы у него жесть буду мокрый но сытый не подходит вчера у меня был рис с кусочком рыбы а сегодня рыба и наверное рис не войдет полная кастрюлька почти я даже решил отпустить этого красавчика в нем все равно мясо немного выглядит он очень уж классно посмотрите какой красавец так что мы его отпустим в целях безопасности отплыл от места где рыбачил и приготовил себе суп из рыбы сегодня рыбы действительно много и это замечательно столько сил потратил на попытки рыбалки в разных местах теперь хорошо заметил что летучие мыши любят красный свет фонарика к белому даже не приближаются стоит включить красный как все все они здесь да чтобы ничего не забыть и не упустить местные которые меня слегка перепугали оказались из местного сообщества коммунидада они называли себя что-то вроде на харе ява в общем у них свой диалект и часть слов я просто вообще не понимал и понимал что точно не испанские так что можно сказать что я встретился с племенем что разрешили мне рыбачить на их территории потому что они поняли что это необходимо для того чтобы у меня была еда вот надеюсь они не вернутся забрать данное слово вот что еще второй день болит ухо видимо развивается отит это очень печально две недели назад когда я заболел видимо иммунитет подорвал подорвался я все еще не выздоровел до конца потом был глаз глаз прошел сейчас ухо надеюсь ухо пройдет подумаю что можно сделать в походных условиях ну это не самая простая задача так что доброй ночи надеюсь утром станет лучше и ко мне не явятся местные чтоб но мы неspr presume что они могут быть они не любовными мы неEM мы не можем не помочь мы не можем скорее поделать в том числе Продолжение следует...